Мы бы понимали, что вот сейчас период не постсоветского, а советского-постсоветского. Я тоже за Россию, будем так считать. За Россию, но только не за путинскую Россию. Казахская язычная аудитория, 70% за Украину. А я бы хотела сказать, что нельзя отдавать русский язык этой империи, потому что русский язык, он не принадлежит России. Вообще, многие, конечно, надеются, что это все перевернется, но россияне сами должны что-то сделать внутри России, чтобы что-то случилось. Не надо себя, так сказать, рвать на себе рубашку и биться лбом об пол и об стену, что мы такие виноваты во всем. Нельзя вообще говоря размазывать вину на всех, потому что тогда никто не виноват. Ничего мы не скажем толком, ни о чем мы толком, ни о чем не договоримся. И все абсолютно пропало, и все абсолютно бессмысленно. Ну, раз уж мы собрались, и вам большое спасибо, что все-таки согласились участвовать в абсолютно безнадежном предприятии. Вот, то есть, ну, давайте поговорим. Елена и Виктор Воробьевы. Программа у нас называется «Дергачев инсайт». Вот, беседуем мы с вами второй раз на моей памяти, на камеру. Без камеры, слава богу, было больше бесед. Вот, ну, и как-то вот было, фон предыдущего нашего общения был повеселее, повеселее. Ну, там мы вообще рассказывали, да, потому что какие-то общие вопросы по творчеству задавал. Поэтому и веселее. Нет, мы можем, конечно, сейчас... Сейчас, конечно, абсолютно в депресняк-то тоже не стоит. Нет, нет, давайте вот именно прям в полный депресняк, конкретно вот сейчас уже все черное, все пропало, все это. Вот попробуйте мне возразить. То есть, что на самом деле вы... А ты знаешь, сколько оттенков в черном цвете? Да. Кошут сказал. Кошут, понимаешь, сказал, что много оттенков в черном цвете. Или это Лена Воробьева говорит? Нет, ну, всегда есть, что разглядывать, так сказать, в темноте. Вы русские художники, граждане Казахстана, живущие сейчас, продолжающие жить в Казахстане. Я с вами, продолжающий жить в Казахстане. Вы вообще, говоря сейчас с идентификацией вот этой русский, вы как себя чувствуете? Мы же никогда не жили в России. То есть, в российского вот мы в себе не общаем. И когда мы, бывало, приезжали в Россию, там мама жила какое-то время, сейчас она опять здесь. Или родственники у меня где-то. Каникулы я летние пропроводила вообще-то в Астрахани. Ну, Астрахань – это самый южный город, в смысле, ближе к нам, к Азии. И всегда, как бы, вот особенно в последнее время на выставки приглашали на какие-то... Я это воспринимала как другую страну, с другими... Ну, все разговаривают по-русски, понятно, всё. Ну, для меня всегда они другие были. Я не могу себя идентифицировать в качестве российской, понятное дело, никакой не российской. Ну, как-то ты тоже, помнишь, говорил «азиатский русский», да, вот такое вот название. Я родилась в Туркмении ещё в советское время. И с подросткового возраста мы сюда переехали, живём в Алма-Ате, в Казахстане. А Витя родился в Павлодаре, и всё время это была наша среда, наше место. Я помню, как-то лет 18 было, мы с подругой поехали к её родственникам туда. Раньше это был Свердловск, Екатеринбург. На Урал. На Урал, да. Вот для меня это вообще была дикость, леса эти. Ну, мы там немножко поработали, там что-то делали, какие-то этюды писали, всё. Общались с местными, так сказать, местными. А когда уже возвращались на поезде, и вот когда уже вот эта полоса лесная стала уходить, и вот эти степи начались, и включилось у нас вот это радио, и там казахская песня эта. Я говорю, слушай, мы возвращаемся. Курман-Газы, наверное? Ну, не знаю, не помню. Возвращаемся к себе. Поэтому. Дух степной ближе, да, как бы вот это просторы, вольности. При том, что, конечно, русский язык родной, литература, опять же, русскоязычная, и русско, и на русском языке, на других языках. Если я могу там как-то общаться на английском, ну, это чисто как бы технические моменты. Причём, мне всегда интересна и современная ситуация, современная, ну, искусство русское, начиная, допустим, то, что мы изучали, кстати, даже в институте, да, история русского искусства, это стояло отдельным таким фактом. Но мне всегда интересен был период русского авангарда, вот перед революцией, после. И после очень много этим интересовался, и в целом, как бы, интересовался вот это вот, как русское искусство развивалось. И постоянно, как бы, вот, как бы слежу за какими-то современными русскими художниками. Но себя мы не причисляем вот к той истории, к той ветви. Поэтому, если бы была возможность переехать в Россию, мы рассматривали, кстати, эту возможность, там, несколько лет, десять назад, или когда. У меня там мама жила какое-то время. Я не знала, сможем ли мы вписаться вот в какой-то их контекст. Всё равно, там, другую, там, ну, другая направленность какая-то идёт. Мы местные, мы здешние. Ну, сейчас-то уже вообще просто невозможно вписываться в их контекст. Сейчас, в данный момент, они сами не могут вписаться в свой контекст, да. Потому что они не знают, как себя позиционировать в данный момент. Полная растерянность, понятное дело. Мы отвечаем за то, что происходит. Есть на нас, как на людях, которые, там, принадлежат к русскому языку и на любом другом, не могут так ни думать, ни выражаться к русской культуре. Есть на нас ответственность за происходящее, за то, что делает сейчас русское государство, российское государство в Украине или нет? Ну, вот, был такой разговор у нас с известным российским конкуратором. Что-то мы разговаривали о том, что жить, не жить. В смысле, он как-то говорил, а чего вы не переездите? Ну, переезжайте там, всё, ну, у вас же были такие идеи. Я помню, ну, это было лет, года четыре назад. Прямо чёткая фраза была. Я не хочу отвечать за то, что делает Путин. То есть, вот, всё равно, принадлежность к тому государству, ты отвечаешь всё равно, как бы, за вот то, что там происходит, напрямую. Как гражданин государства. Как гражданин, да. Если ты живёшь, ну, всё равно в другом, всё равно это, как бы, немножко всё это рассматриваешь как со стороны, как, ну, как на сцене, как на какой-то сцене, которая отдельно. Я не хочу называть это спектаклем, да, это всё жизнь, но, как бы, всё равно это на это смотришь, как на разворачивающуюся такую историю. И, с одной стороны, это действительно интересно. Мне интересно, что там дальше будет. Это всё захватывает. Это как вот такой вот цунами, ну, как бы, или там, как это, торнадо, которое раскручивается, и оно ещё, а мы тут тоже где-то вот рядом, и нас оно тоже может захватить, и уже захватывает. Ну, напрямую мы не отвечаем, но мы отвечаем за то, чтобы, может быть, что-то разъяснить, чтобы что-то немножко, как бы, акцентировать на чём-то, какие-то вещи. Вот, может быть, за это вот мы так чувствуем какую-то ответственность. Ну, вот вы с Витей, я видел фотографии, когда вы участвовали вот в единственном разрешённом митинге в поддержку Украины, Украины, да, и, по-моему, или у вас был плакат, или рядом «Не надо нас спасать». Нет, у нас был другой. Ага, а у вас, а, у вас было что-то про «Вову», да? Ну, «Вову в дурку» у нас был плакат. А, «Вову в дурку». Три плаката. У нас три их было. Ага, расскажите. У нас «Рухиза» четыре, а плаката было три. Так. Ну, второй был плакат «Путина в Гаагу», а третий был «Закрыть Рос-ТВ на Роспропаганду». «Роспропаганду». «Роспропаганду». Ну, то есть вы, на самом деле, достаточно переходите уже художественные границы, достаточно чётко высказываетесь политически, в том числе вот в прямую. Вообще говоря, границы ещё есть или границ уже нет между художественным высказыванием и политическим высказыванием? Нет, я вижу границы. Конечно, вижу границы. То, что мы пошли с Витей на этот митинг, это было абсолютно такое «так, хорошо». Я просто не знала, как можно высказаться, но я думаю, тут нужно высказаться чётко и прямолинейно. Это, собственно говоря, не были плакаты «За Украину» или ещё как-то, а это были плакаты против российского... Ну, они как бы по существу. Власти, да. Если говорить... И Путина как этого. Потому что, в принципе, эти ощущения, они же давно уже живут, и мы же видим, как это всё происходило. Ещё когда в 2002 году, али в 2000 году, когда Путин издал приказ, или как это называется, постановление, чтобы гимн поменяли на советский, это ещё тогда. Ну, говорим, это он не туда поворачивает вообще, как бы понятно, вернее, куда он поворачивает. А потом ещё такое было, что мы как-то общались в Веймаре, у нас там была выставка казахстанских художников, и вот там был этот куратор немецкий. И в это время как раз вот Путин, как раз вот только он восходил, ну, вроде нормальный мужик, ну, всем нравится такой вроде живой, и всё. Ну, чуть-чуть так разговаривали, да, да. Разговаривали. А вот, ну, он нам говорит, ребята, вы чё? Он же КГБшник. То есть вот тогда уже, как бы, и так мы так глазки протёрли, и стали уже, ну, понимать вообще, куда может это всё развиваться. И каждый раз, когда приезжали в Россию, видели, там же вот этот фон военный, он же везде, он же много лет. Вот, то есть вот эта возгонка войны, и я не говорю героизация, а как это сказать? Ну, вот эта вот пропаганда войны, пропаганда победы, это уже, оно выходило за всякие рамки. Это, как вы знаете, когда тебя насильно начинают заставлять молиться, или там, ну, или как это, Демьянова ухада, перекармливают чего-то. Вот оно же вылазило уже изо всех ушей. У нас в Казахстане всё равно, как бы, вот этого вот государственного, вот этого вот проявления, вот в этом смысле, никогда же не было. Насаждения. Да, насаждения вот этой вот, у них война как жизнь, то есть вот как бы без войны нет жизни. Вот вся жизнь в войне. Ну, я не говорю, что это распространяется на всех, и все люди такие, но это распространяется сверху. Это вот, знаете, как вот большой брат, вот эти все лучи, и спускаются в головы, и они распространяются, кому-то они ложатся. Вот, а люди как бы живут своей обычной жизнью вот в этом фоне, а фон вот такой вот, и фон ненормальный. И мы видели эту ненормальность. Нет, ну, произошло, как он этот, пришёл в президенты, то он стал сразу заниматься этим телевидением. Ну, и дошло до того, что зачистили телевидение, стало оно однозначным, как бы. А сейчас, вот когда вот произошло вот это, ну, уже перешло от Украины, конечно, было не то, чтобы неожиданно, ну, как-то не верилось, что война начнётся с Украины, ну, не верилось в это. Это ненормально. То есть мы вот жили всё равно как бы в ситуации мира, ну, какого-нибудь такого, ну, постсоветского состояния, оно было в ситуации мира, да, я понимаю, что были какие-то войны по окраинам, небольшие, ну, такие-то. Но всё равно это была ситуация мира. И мы считали, что это норма. А сейчас нам занушают, что норма – это война, понимаешь, вот это вот. И люди как бы должны привыкнуть, что вот война – это норма. Ну, это Орвелл такой. Ну, да. Мир – это война. У нас мы вот уже тоже с вами все взрослые, да, но у нас есть же ещё более взрослые наши родственники, да, вот в художественном сейчас мире тоже такой вот в этом мерке нашем такой произошёл раскол. Я смотрю, что есть люди, которые… Ну, ладно, что есть люди? Вот наши родные есть, которые говорят, нет, всё правильно, всё хорошо. Вот это… Вот он молодец. Он действительно, если бы не они там бы стояли солдаты НАТО и так далее. Вот вы как с этим живёте? Это же вот наша, вот, ну, наша обычная жизнь. Мы же с этим сталкиваемся в своей жизни, в своих семьях. Ну, я не скажу, что у нас в семье прямо какие-то, прямо большие противоречия. Ну, так… У нас, ты имеешь в виду между нами? Вы по две разные стороны войны находитесь? Ну, напротив себя сидим вот. Не, ну, допустим, они просто не понимают. Ну, вот мама там, допустим. Они как бы… Какие понятия? Если, с одной стороны, верующие люди, там, тётик или кто-то, они говорят, ну, правитель дам Богом, как они говорят. Вот есть вот такое ещё. Это вообще архаика. Богом данное. Да, архаика такая идёт. Ну, вот с таким надо жить, значит. Вот так вот. Вот, с другой стороны, они же все, он же когда с молодости, он же молодой был, когда пришёл, все женщины России влюбились в него. И он себя показывает таким сексуальным, как бы сказать, секс-символом. Героем. Секс-символом, да. Постоянно же вот этот вот имидж создавался. Опять же, он как бы не женат. Как бы, рядом с ним нет никаких женщин, да, нет никого, даже семьи нет. И каждая женщина российская, ну, это я так, ну, или там, в возрасте, даже, может, не российская, а вот наши, они видят в нём такого идеального мужчину. Вот, идеального мужчину. И, ну, я всё время говорю, что самый такой гремучий электоратор путинский, это вот как раз женщины пошло в возраст, потому что он для них такой, как образец. Говорит хорошо, держится хорошо, элегантен. Не пьёт. Не пьёт, не курит. Вот, и вот, мне кажется, а тут, наверное, какие-то политтехнологии или ещё что-то, или собственное какое-то вот такое вот чутьё. А это же действительно мощный такой электорат. Выбирают вот эти вот персонажи. А у многих неудачная жизнь, нет мужа там ещё. А вот он вот такой вот всеобщий муж. Ну вот, и также вот, допустим, я вот вижу, что вот моя мама также вот как-то к нему относилась, вот Путин, там, у неё даже были такие фотографии, когда она жила в России. Вот смотри, вот Путин с Назарбаймом встречается, вот они вместе там. Ну, когда большого вреда от них не было, то вроде как, ну и ладно. Значит, встречаются, договариваются. Договариваются, всё, но благо наше заботится. И вот это вот почтительное отношение к власти, оно как-то, оно не позволяет им думать плохо о том, что делается что-то невозможное. То есть вот этого критического, аналитического отношения нет. Мы сами на самом деле что-то можем делать? Вот вы как художники сейчас, что можете делать для того, чтобы не просто разговаривать, а для того, чтобы как-то отрефлексировать эту ситуацию и дать какой-то взгляд на вещи, да? То есть дать какой-то ответ на происходящее. Вот что для вас, какие для вас возможности остаются, высказывания? Ну, конечно, наивно было бы сидеть и что-то такое рисовать на тему войны. Там столько имиджей заполнено, ну, фотографий в интернете, что как бы всё это переплюнуть невозможно. Это как бы этот визуальный материал и видео, и реальные вот эти кадры, все документальные, они всё переплюют. А трагедия вот этого Азова, это вообще как бы целые фильмы тут можно ставить. Ну, это по уровню, мне кажется, это как древнегреческая трагедия уже. Ну да, что такое, монументальное. Но что хочу сказать. Мы же давно с Витей работаем. У нас проекты, они как бы основаны на визуальном, так сказать, факторе. Как бы вот эпоха или, как сказать, время, оно оставляет следы, да? Оно оставляет следы в виде каких-то там артефактов и прочее. У нас по этому принципу, как бы, ну, такие проекты, как «Санголубой период» был, да? Когда мы наблюдали это голубое. То же самое, как бы, мы продолжали всё время наблюдение и фиксирование. И вот уже несколько лет назад, Господи, мы понимали, что вот сейчас период не постсоветского, а постсоветского, советского-постсоветского, как это выразится. Советского-постсоветского, да. Да, советского, постсоветского-советского. Господи, я запуталась. Но в чём смысл? Вот там был период, как бы был советский, потом был период распада и расхождения, и появления новых реалий вот этих жизненных, то есть полное отвержение вот этого идеологического фактора, который оставил следы в виде архитектуры, живописи, там, соцреализм, там, какие-то памятники и прочее, да, это всё осталось. Факт вот этот был, факт отвержения. А потом уже через несколько лет, вот уже лет 10, мы наблюдаем возвращение, то есть как бы вот это вот советское, подсоветский период, оно начинает возноситься и как бы фиксироваться то ли ностальгическим путём, то ли ещё каким, но оно как бы остаётся. И вот мы вот эти вот следы как бы вот фиксируем. У нас на этой основе было видео смайлик, да, где мы, Витя, делал перформанс, когда он забирался на стылу металлическую Ленин на горе в киргизском селе Кожесай, и там Ленин так с поднятой рукой вручал ему в руку гигантский шарик со смайликом, то есть соединял вот эти как бы две эпохи. Вот мы как-то вот какими-то такими метафорическими вещами периодически занимались, что-то видишь, что-то не видишь. И вот уже где-то вот после 2014 года, после Крыма, когда тоже тогда общество как-то так поляризовалось, и тоже были очень чёткие такие разделения, кто Крым наш, кто не Крым наш, Вот пошла вот эта переоценка вот этих следов советских памятников, советских следов памяти, то, что стоит у нас в Казахстане, в Кыргызстане, на нашей такой вот этой территории. И мы тоже обратили внимание на одну стелу, которая находится на берегу озера Иссык-Куль, и сейчас как бы делаем проект вот по следам вот этой памяти. Что делается, что продолжается с этим делом, потому что вокруг этих вещей продолжаются, ну вот эти поклонения, телодвижения. Вот она, ну, как можно воспринимать вот эти вот установки, вот эти вот, с одной стороны это как бы скрепляет, что ли, народ, а с другой стороны показывает некую идеологическую власть другого государства на чужой территории, понимаешь, о чём речь идёт. Вот. И вот мы хотели бы, мы сейчас работаем над этим проектом, и думаю, что он состоится. Вот. И когда мы пытаемся показать в своих вещах, мне кажется, ну, как такие наблюдатели, как такие, ну, может быть, люди начинают как-то лучше раскрывать глаза, понимать какие-то вещи. Вот. И вот в этом вижу какой-то смысл. А вот так прямолинейно, ну, прямолинейно, даже не прямолинейно, вот у меня, я не знала, чем заниматься, когда вот эта война была, потому что в напряжении. Мы с Витей вот делали как раз в это время выставку Сергея Маслова как кураторы. Хорошо вот это как бы было в таком напряжённом состоянии. Вот. Но оно всё равно. Мне кажется, у всех это была какая-то психопатия. Мне нужно чисто физиологически даже, бывает, на физиологическом уровне что-то рисовать. Вот. А что рисовать? Я стала рисовать такие графики, делать голые деревья. И она, кстати, скоро будет показана на выставке. Назвала «Весна-2022». То есть просто как бы… Ну, я не знаю, насколько это отсылает. Но это отсылает к моему ощущению. Не прямолинейно, конечно. Но меня немножко порадовало. Вчера посмотрела тоже какой-то ролик. В Астане опрашивали просто случайных людей. Не помню, кто там проводил опросы. И простые вопросы ставили. Вы за Украину, вы за Россию и нейтрально, да, к примеру. Ну, конечно, больше всего людей высказались нейтрально. Там где-то 40 с чем-то. С оговорками. Мы за Казахстан, мы за мир, за мир. Ну, то есть как-то так опасаются. 30 с лишним высказались. Мы за Украину. И 10 из случайных, абсолютно разных. По-казахски отвечали, по-русски отвечали разные люди. И 10 за Россию. То есть я так вот вычислила примерно. Ну, что такое? Ну, это означает… Ну, люди понимают, что как бы… Это же не просто какие-то там эти демократы, либералы там или еще… Ну, просто простой народ с улицы. Чуют, где вообще, где правду. Ну, ты знаешь, я вот исследование недавно одно смотрел, такое вот полузакрытое. Ну, исследование казахскоязычной и русскоязычной аудитории по отношению к войне в Украине. Ну, и так очень примитивно, сейчас там много параметров и так далее, но очень примитивно, если изложить, то русскоязычная аудитория Казахстана, да, там 60% за Россию и 40% за Украину, да. Казахскоязычная аудитория 70% за Украину и 30% нейтральна или за Россию. Ну, то есть казахскоязычная аудитория здесь сейчас, вот, ну, вот, судя по данным этого исследования, она более, скажем так, ну, если это называть прогрессом, более прогрессивно, что ли? Ну, как тебе сказать? Ну, она и смотрит меньше, наверное. Нет, слово прогресс я бы тут не употребляла. Про политические каналы. Да, слово прогресс я бы не употребляла, потому что... Что такое за Россию, за Украину? Я тоже за Россию, будем так считать. За Россию, только не за путинскую Россию. Ну, за войну. Там конкретно, да, конкретно шла речь о войне, и понятно, что на самом деле казахскоязычная аудитория, она более сплоченная, она больше чувствует угрозу. А русскоязычная аудитория, она более размазанная, и она больше склонна, в том числе, вот, к какому-то потенциальному коллаборционизму. Вот, то есть, вот, ну, вот эта вот реальность, в которой мы с вами живем, в том числе мы, вот, люди, которые говорят по-русски. А вот, и я в какой-то мере, скажем так, чувствую за это ответственность. То есть, я понимаю, что, да, действительно, русскоязычная аудитория в Казахстане, она более подвержена пропаганде, и больше людей, которые говорят по-русски, больше людей поддерживают войну. Вот в этом я вижу проблемы. Я вообще не понимаю, как можно войну поддерживать. Ну, а как наши родственники поддерживают войну? Потому что они считают, что это правильно. Нет, у меня родственники войну не поддерживают, кстати. Но у меня есть родня, которая поддерживает войну. Родственники войну не поддерживают. Они, может быть, симпатизировали, или как-то так не знают, как относиться к Путину. У меня родственники-то российские, но я не думаю, что они поддерживают войну. Вот прямо поддерживают. А зачем украинцы говорили «москаляку на гуляку»? Ну вот как с этим быть? Мы же все понимаем, мы все читаем и так далее. Но по факту да, вот сейчас скажем так, я вот смотрю русскоязычные люди, русские, казахские, никто на самом деле до января месяца никто не хотел учить казахский язык. Сейчас число людей, которые хотят учить казахский язык резко выросло, потому что какая-то действительно консолидация в стране, возможно, только вокруг объединения, ну вокруг, по большому счету, объединения вокруг языка. Сейчас и украинский хорошо изучается? Конечно, но в Украине-то все сделано было Путиным для того, чтобы до конца все-таки сформировать украинскую нацию. Сейчас она сплоченно, как никогда. Ну что для этого понадобилось? Украинцы и памятник должны поставить. А я бы хотела сказать, что нельзя отдавать русский язык этой империи, потому что русский язык, он не принадлежит России и Российской империи. Он не принадлежит ни Путину, ни государству, никому. Русский язык, он это наш. Он в том числе и казахстанский язык, и в том числе и украинский язык. В смысле русский язык украинский. Нельзя его отдавать. Это наш язык. И это, собственно говоря, то, на чем как мы общаемся, как мы мыслим, как я могу. Если я противница того, что там творится, но говорю по-русски, в чем, так сказать, русский язык мой виноват? Нет, его нельзя отдавать. Это наш казахстанский язык. Понятное дело, что казахский как основной иначе как бы мы тут все общались бы. Все равно бы... Ну, вот такая история. Мне кажется, в этом смысле нельзя вот противоставлять, поставлять друг другу языки. Вот языки нельзя противопоставлять. Иначе надо... Ну, если вот... Ну, так сложилась история, что надо это принимать. Что тут вот да. Тут вот живут люди, говорящие и по-русски, и по-казахски. То есть, как бы... Это наши общие люди. Надо это принимать как факт и вместе жить и как-то существовать. А не говорить, что это вот типа вы там путинские или российские. Да никакие мы не российские. Нет? Наверное, общая фраза, что любой художник, будь то писатель, допустим, да, там, поэт, снимает кино или пишет картину, у него однозначно должна быть критическая какая-то позиция, да? А если её нет, то просто-русски просто плохой художник. Ну, художники всякие. Это такие сюсюканье, цветочки, лютики. Шекспир. Шекспир. Вернёмся. Шекспир. Ромео и Джульетта. Ну, там же не только, в основном, не про любовь, как бы, а вообще про состояние в обществе, как бы, да? Шири смотреть надо. Говорят, а как же, а как же про любви нет, что ли? Почему всё так мрачно, как бы? Вообще интересно, конечно, как всё дальше будет развиваться. Интересно. Хотелось бы мне посмотреть на него. В Гааке. Что будет завтра, мы не знаем, конечно, но с другой стороны, есть ощущение, что время очень сильно сжимается. И вот, ну, даже события, которые раньше растягивались на годы, сейчас происходят там иногда за неделю. А вот, поэтому есть какая-то надежда, что и вот эта вот ситуация с войной, она тоже по времени сожмётся. Ну, во всяком случае, очень хочется в это верить. И финал будет, может быть, даже быстрее, чем мы можем себе представить. потому что само время сейчас очень быстрое. Всё сжато конкретно очень так. Ну, сжато. Ну, что-то оружие такое медленно доставляется до нужных мест. Я не знаю, как оно дальше будет, но я тоже думаю, что это не может затянуться надолго. Наверное, крайний случай Новый год в течение года. Интересно просто, чего я тоже хотела сказать. В декабре этого прошлого года я одну работу закончила. И там такая надпись есть крупная, написанная «Временно». И я когда её сделала, ну, она большая висит сейчас, как бы, и там такой, как бы, как сквозь грязь, такие проростки. Ну, в общем, это надо смотреть, словами не объяснишь. И, ну, думаю, ну, сейчас вот декабрь закончится, ну, Новый год, потом я это сниму и что-то другое начну. Когда Новый год закончился, у нас наступил наш грававый январь. Мы сидели, так сказать, не понимали вообще, что происходит. И вот это вот «Временно», как у меня висело. Потом это всё завершилось, пошла вот эта катавасия. И вот она до сих пор у меня висит уже полгода, вот это «Временно». Ну, я с одной стороны думаю, что, наверное, это как-то имеет какое-то значение, что вся эта ситуация временная, ну, как и всё вообще. Всё это как-то перевернётся. Многие, конечно, надеются, что это всё перевернётся. Ну, россияне сами должны что-то сделать внутри России, чтобы это что-то случилось. У тебя нет чувства, что мы вынуждены сейчас оправдываться неизвестно за что? Нет, ну, оно существует, конечно, подспудно. Вроде как, я понимаю, что да, они же постоянно идут, эти тенденции. Ну, российское государство сделало сейчас просто всё для того, чтобы эти тенденции возросли на порядок. Мы сейчас просто сразу по факту стали все без вины виноваты, а может быть, и с виной, просто потому, что русское государство в 21 веке ведёт войну в Европе. И куда им... И мы все, скажем так... Залужники, да? Да, никуда мы от этого не денемся, да. То есть, ну, я не знаю, мы же не сможем сейчас просто, я не знаю, там, я не знаю, как-то этот цвет кожи поменять или там этот самый... Как это, по-моему, сын Жириновского взял себе фамилию Гарсия и уехал в Испанию. Поменял... Он всё поменял, и имя, и отчество. А вот нам чего теперь по этому пути идти, что ли? У нас есть голубой паспорт, но, как говорится, бьют-то не по паспорту. Нет, ну ладно, бьют-то не по паспорту, бьют ещё и по языку. Я знаю, что некоторые казахи наши, которые совсем на лицо, ну, так сказать, отличающиеся. Если говорили по-русски, ну, на них там косились. Ну, кто-то рассказывал об этом. Я думаю, надо спокойно ко всему отнестись. Не надо себя, так сказать, рвать на себе рубашку и биться лбом об пол и об стену, что мы такие виноваты во всём. Не, не надо. Я тоже так считаю, что даже если кто-то будет в мою сторону что-то говорить там, но я их прекрасно понимаю. Нет, понять-то можно. Ну, как бы в себя просто не надо брать. У меня своя позиция. Когда говорили, что вы делали в восемь лет, я всё время в восемь лет и говорил, что вы там самолезли туда. Потом залезли до того, что уже стали сбивать пассажирские самолёты. Вот что вы там делаете? Что вы творите? Ну, я понимаю, что вот этот вот загиб сейчас это, типа, третируют всех, спортсменов не берут российских, там, ещё что-то такое. Я думаю, что это временная ситуация, но там должен быть произойти какой-то поворот в самой России. Но война должна закончиться до начала. Закончиться, да. И все должны чётко как-то это... И вот поменяется вот это отношение. А виноватости за русский язык, за русскую культуру какую-то я в себе не чувствую, извините. Мне кажется, там много чего хорошего было. И опять же, русская культура вечно лучшие образцы всегда гнобились государством этим российским. Это Российская империя. И все нормальные поэты и писатели, и художники, они всегда были под гнётом. Ну, как минимум в оппозиции. В оппозиции, под гнётом, да. И как это можно... И поэтому я близко к сердцу ничего не принимаю. Абсолютно не принимаю. Ну, как вот, допустим, нетрепко, да? Ей говорят, скажи, нет войне. Она говорит, нет войне. Пожалуйста, идите работайте. Кто же против вам? Или спортсменам. Спортсменам, скажите, что вы не поддерживаете войну. И выступаете? Не знаю. Это какой-то сложный момент. С одной стороны, требование вот этого. Я думаю, все... Скажи, нет войне. Нет войне. Хорошо, молодец. Проходите. И так далее. Можно в паспорт вставить штамп. Типа, ты против Путина? Против. Вот, штамп в паспорт. Против Путина. Проходи хороший. Ну, а что делать? Это же... Если бы Лена жила в Европе, переехав из России, например, и не могла бы карточки, купить хлеб по карточке, но деньги есть, у тебя там 20 долларов купишь еще на три дня там, то тогда бы, наверное, ты бы задумалась, чушь так как-то несправедлива. Ну, это как немцы после войны обязательно подчеркивали, что это... Не просто же не говорили немцы, а говорили немецкие антифашисты. А вот, то есть сразу... Немецкие антифашисты. Немецкие антифашисты. А ты не думаешь, что, допустим, в той же самой Германии во времена Гитлера вполне могли жить себе люди, ну, какие-то простые служащие, там, почтальон, там, или еще кто-то, который просто ненавидел вот это все и думал, когда же все это закончится. А его припечатали, то есть... Ну, понятно, что сейчас то же самое, да. Сейчас то же самое. То же самое. Сейчас то же самое. Нет, ну, понятно, не сахар сейчас. Не совсем не сахар. Ну, с другой стороны, я не знаю, что там делать и по какой причине. Кого гнобить надо, ну, хотят на Западе. Или избирательно это должно быть, или для всех массы, мне это не очень понятно. И кто должен выдавать эти индульгенции? Ну, вообще говоря, конечно, все должно быть исключительно избирательно. То есть нельзя, вообще говоря, размазывать вину на всех, потому что тогда никто не виноват. А что делал конкретно? Чем занимался до 24 февраля? Работал на власть, работал на войну, работал на российское государство и правительство. Один расклад там. Выходил, выступал, противостоял другой расклад. Но вот этого водораздела, ну, не избежать. И здесь то же самое. У нас тоже, на самом деле, должен быть такой ответ. Если люди, люди же просто живут какой-то бытовой жизнью, да, и вот этой бытовой жизнью они хотят жить, ну, там, допустим, где-то на Западе. И они сделают все, чтобы жить этой бытовой жизнью. Да, может быть, он плевать хотел и на этого Путина, и на этого там другого какого-то. И нет у него каких-то особых симпатий или антипатий. Ну, вот сказали, что нужно так. Хорошо, Путин проклят. Дайте мне мои какие-то эти преференции. А то же самое происходит в России, к примеру. Там нужно, наоборот, подделываться. Да, хорошо, это самое. Да, войне. Я работаю где-то в школе. Ну, отстаньте от меня все, понимаете. Вот, понимаешь, люди, они живут каким-то своим бытом. Вот что приноравливаться. Или, допустим, вот эти вот сейчас территории там на Украине, я так полагаю, которые оккупировали. Ну, как этот, пастухово слушали, он говорит, если бы встал у людей выбор, ну, так как-то рассматривают более шире, ты что хочешь, под оккупацией жить или чтобы на тебя рэкеты прилетали? Многие скажут, да ладно, бог с ним, буду под оккупацией, понимаешь? Вот лишь бы вот это вот все не рвалось, и не это. Конформизм, он как бы существует. И, с другой стороны, вот это вот тотальное, как бы, все, так сказать, все русское, оно ужасное, все русское, это российское. Ну, с другой стороны... Не умно, мягко. Ну, с другой стороны, нужно как бы выбирать. Ну, вот я сейчас про что? Певица из Узбекистана прилетела в Россию, если я не ошибаюсь, не помню фамилию. Ее сразу же в аэропорту развернули назад, и бумагу написали на 50 лет, въезд запрещен. Ведь, ну, с Россией все понятно, какая там власть. Про Севару ты говоришь. Да, да, да. С Россией все понятно, за что там и как. А вот на демократическом Западе, вот тут вот как бы много нюансов. Вот, по какой причине вот такая вот история происходит? Не, ну, пока идет война, я думаю, что любые меры демократического Запада, в том числе самые, скажем таки, огульные, вот они абсолютно правы. Тут уже не приходится, скажем так, сильно размазывать. Вот прекратится война, вот тогда разбираться. Ну, я с тобой согласна, конечно. Просто люди должны понимать, что их может ждать. Вот и все. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok